всем привет вы на канале youtube рыбачий патруль дорогие друзья сегодня мы с вами вновь идем на рыбалку идем мы сегодня восточный рукав в ура губы значит сейчас люди отписались говорят рыба стоит просто сплошняком удочку опускаешь есть там люди нормы выполняют за два-три часа посмотрим что там будет значит сезон зимней рыбалки я так и не смог закрыть просто дел столько не хватает на все время значит нырял к по нырялке очень хочется но не получается у нас сейчас реки вышли из берегов там какой-то критический уровень воды мосты сносит в общем в реках не понырять блесны не пособирать на еще недели полторы на она будет большая вода значит заливе тоже не понырять с берегов у нас еще снег лежит ну как бы подрастал на стену еще много снега идет мутная вода залив вдоль берегов тоже весь мутный поэтому как я уже сказал остается только треска но надеемся сегодня не остаться без улова забыл еще сказать время сейчас здесь 10 часов вечера идем опять в ночь рыбачить у нас полярный день а пока мы идем до места рыбалочки продолжим нашу историческую справку первыми из русских на север проложили путь предприимчивые новгородцы мои земляки я сам родом с новгородской области в то время дороги были только до онежского озера дальше весь путь лежал реками и протоками часто перетаскивали суда волоком по суше немногие возвращались из этих дальних походов но опасности новгородцев не пугали так как походы были очень выгодными самые не знаю русского языка показывали на металлические вещи когда им давали топор или нож то платили за них мехами которые стоили в разы дороже ну и новгородцы этим пользовались поэтому очень прибыльно было пробивать себе путь на север и уже к концу 13 начала 14 века русские селения уже появились на западном побережье белого моря ну а чуть позже уже на терском берегу на этом пока мы историческую справочку закончим и пора приступать к рыбалке добрались мы до места рыбалочки правда два раза нас досмотрели пограничники но все хорошо документы в порядке уведомление подано масочный режим соблюдали были в шлемах вообще вот дошли мы до второго рукава вот здесь шесть лодочек стоит значит подошли ребята ловят трескание крупная такая 2 килограмм где-то полтора но главное ловится хорошо но сейчас я думаю клёв будет не очень сейчас отлив начался но посмотрим что будет глубина под нами 140 метров будем сейчас рыбачить борис николаевич уже опустил и сейчас как жахнет у него на килограмм так а сам владимир что еще а сам владимир еще готовится вооружая ну а я буду ждать первой поклевки а потом может сам начну ловить может быть привязать его рядом подводку выбрать веревки мелочь первая поклевка у нас была сидит не крупная да ну и это плохо хотя посмотрим прошла рыбка ушла у нас потом мы болтались болтались на минут 40 на глубине ничего с на 160 метров потом перешли вот на 130 сразу же по поклевочки это рис николаевич три сочку взял мелкая мелкая хотелось бы конечно побольше мелковато пока так и устану владимирович и поклевочка вот он тоже на глубине взял одну а это вторая маленькая такая маленькая рыбка не попалась ждем может что-то расклюется попой вот так чуть по чуть-чуть по чуть-чуть рыбка начала поклевывать сейчас уже здесь подойдет 3 поклевки постоянные рыбка конечно хотелось бы покрупнее но чуть-чуть бы покрупнее но и так для сегодня это нормально для лета летом аферы бы не ловится у нас вообще меленькая тресочка мелковато глубина под нами 160 метров рыбка берет уже реденькая но все-таки поклевывает сейчас посмотрим что здесь у нас ну да вот такая тресочка так себе тресочка не трофейная конечно поэтому сейчас мы обратно возвращаемся на 130 на 120 метров ближе к берегу посмотрим что будет там опять потому что я как я уже сказал на глубине рыба берет плохо я думаю мы должны найти сегодня свою точку свою рыбу зашли на точку все можно сбрасывать парашют на 130 метрах рыбка хотя бы появилась какие-то поклевочки стали происходить рыба конечно как я уже повторяюсь не крупная нет трофейных или хотя бы полу трофейных там 35 килограмм все это мелочь поклевают ну вот о мелочи первое 130 метров рыба стоит и первое сразу вот это сегодня самая зачетная пока вот такая потрясочка было бы было бы конечно повеселей будем надеяться лев пойдет сейчас профессионал еще раз удочку опустим килограмм на 7 возьмет трещинка будет два по три два по три с половиной о какой накаталась накат у нас серьезные пара лодочек с нами болтается пару в катеров поры бачим время как раз и где-то в районе трех утра солнышко уже встает она нас и не заходила но все равно уже повеселей на море сто время 4 утра спать хочется очень сильно и рыба не клюет как она так сказать не клюет ловится но мелочь сейчас посмотрим что сам лезь подымет мелко крупная здесь бы азарт бы был все бы проснулись а так пунда летит спим по раздернуть села пока тащится спину вон все и ничего такая не самый плохой результат наш как всегда на камеру ай-яй-яй-яй пунда так и ничего это зачет хорошее это вот сам владимирович за сегодня на дергал это конечно сразу объем а это мы на двоих борису николаевичем но не крупный не крупный трясочек что делать то не знаем даже а о там киты и люди люди чайки кружат я думал киты там люди ну что на точку будем заходить опять сколько до нее тут 200 метров данные на точку зайдем 131 131 метр уже сидит мелочь налетует вот так ведь сразу поклевочка но мелочь мелочь посмотрим что у нас там идет за дна то морского и вылезли такой катушечка борис николаевича зажужжала ну вот и ничего такая килограмма полтора там у нас поджимает тоже посмотрим что там будет да стандартно чуть поменьше хотя бы да и такая бы неплохо аккумулятор у нас что-то еле справляется если не за бок то может быть и покрупнее что-то посмотрим вода сегодня мутная непрозрачная за бок то ты за бок за бок за бок время 6 утра уже начался прилив уже часа три идет рыба не клюет значит сделали мы сейчас крайний заход посмотрим что будет потому что рыба ловится вот за последние полтора часа или два мы поймали всего четыре штучки остальное всю пошкерил получился на стампик шкерен и но рыба мелкая поэтому сейчас попробую как я уже сказал крайний заход ловится не ловится но если не ловится пойдем тогда носить наволок попробуем там постоять часик добрались мы досить наволока значит ребята ловят подошли спросили плохо трясочка ловится но у них такого окуня один килограмма на 3 красный здоровый трясочка тоже может килограмм 50 60 сказали пойман поэтому попробуем половить здесь вдруг клюнет может не клюнет рыбалка дело водяное есть не вот и поклёвать может и я скоро ловить что же у нас там ждет рисочка стандартная сегодня я буду ловить хватит сидеть тоже моя первая поклёвка носить наволоки не принесет сейчас мы посмотрим там рыбка моя что тут за хвост трясочка я думал покрупнее все таки но ничего сойдет сеть наволок радует своим клёвом своим размером рыбы вот видите один за не это это пузырьки у нее один заходик и у нас он целая стампик здесь килограмм на 50 рыбки есть рыбка хорошая крупная а мы поперлись хрен знает куда ловили бы с вечера здесь наверное было бы по-другому все хорошая чайки прилетели видят рыбу ловят орут орут хороший так а это у нас дары моря я думаю стоит ее подобрать веревка хорошая думаю пригодится нам да хорошая веревочка пригодится да или на винт кому-то не намоталась на скорости веревочку надо брать такую ну что делаем еще один заходик на трясочку а дальше посмотрим кого же мы веревки то нашли здесь а это маленький пиногорчик пиногор маленький да симпатиля симпатюшка жалко воды нет надо его в аквариум к себе взять на интересный красивый пиногорчик маленький маленький с веревки смыла на веревки водоросли водоросли ладно беги сидят ну съедят значит такая у вас судьба у него ну что закинули удочки посмотрим что будет нас дальше рыбка нет нет поклевывает все таки море успокоилась базовые тральщики ходят так 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 что у нас опять запутались нет в этот раз 3 . такая неплохая хорошая 3 . ой у меня сам тоже сидит дергается ладно будем поднимать где-то моя тоже рыбка на подходе тоже 3 . конечно поменьше но тоже неплохая на носу у нас происходит тяжелая борьба рыбы с человеком электрокатушка у нас опять накрылась какую-то ошибку выдает sp1 потом какие-то черточки прошлый раз хотели разобраться я дома взял ее подключил она заработала идеально все сегодня опять рыбачила рыбачила концу рыбалки опять надо все-таки мануал взять почитать правда он на китайском поищем на русском может разберемся так что у нас тут что-то идет она налимый запах нет 3 . вместе с моей лесочкой собачины не такая крупная я думаю по кругу не я вижу что завтра по трубчатка посередке ну какая хорошая красотка а я цепится уйдет не уйдет хорошая рыбка погодка конечно идеальная но чуть позже как мне сейчас мчс прислал смс-ку будет очень-очень сильный ветер в обед поэтому еще часик порыбачим и будем на нас валивать южак начинает раздувать появляются барашки надо быстренько уходить сейчас быстренько зайдем в залив а там уже дошкеримся потому что обещают что-то до 20 метров южный ветер нам тяжело будет горлов ходить кольского залива так как там как трубу будет дуть поэтому сейчас заскочим залив а дальше пошкеримся ну что все готовы так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, слава богу, мы вовремя стартанули домой Если бы еще на полчаса задержались, мы бы шли часа четыре А так мы где-то за часик доскочили, может час двадцать На улице очень сильный южный ветер, как и обещали Так что мы дома, живы, это хорошо Значит, что сегодня у нас по рыбе Туда, где, как говорится, сказали рыба есть, ее там не оказалось Рыба оказалась на сеть наволоки И в следующий раз я обязательно пойду на сеть наволок На эти сто девяносто, двести метров искать Ну там хорошая, порядочная трясочка Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...